В пятом классе я изучала, начала как бы школьная программа изучать английский язык. Это все было в запущенном процессе. Перед сдачей экзамена уже в детском классе за полгода я решила протянуть английский. Сама без репетитора хорошо я его сдала, достаточно хорошо, больше проходного балла. То есть главное желание. В школьное время, скорее всего, 11 лет. 11? Ну и, наверное, в университете, но знаем мы как, да, все как в университете. Купили какую-то методичку и нормально. Начинала со школы, 15 лет. Сначала я училась в Академии искусств детской. И как раз я ушла из нее, потому что в седьмом классе я как бы танцевала. И не хватало времени просто на английский. Я из-за этого ушла, потому что английский, это серьезно. Ну потратил я, наверное, лет 10, чтобы выучить английский вот так, если в целом посчитать. Я учил английский в школе 7 лет. После школы учил его как-то? Нет, никак. Ну с первого класса, наверное, лет 16 уже. Как и каждый советский школьник, я изучал сначала его 5 лет в школе, потом 5 лет в университете. И получается, что к 23 годам на тот момент я изучал английский почти полжизни. Мы можем с тобой поддержать простую беседу на английском? Можем попробовать. Не уверена, но давай. Ну давайте попробуем. Let's try. Yeah, we can do it. Yes, of course. I don't know where is... Rail station. No. Ну я могу показать направо, to the left, to the right. Well, yeah, it's pretty easy. You should exit the building. Then you turn right and walk like 50 метров straight. And then right around the corner there will be subway station. No, I don't like metro. I like walk. And motorcycle. Motorcycle. Yes, of course. You need to find an exit, then go to nearest metro station and make some steps into the train and go to your station. I don't know. I don't know. Maybe you can go to the right and straight and after this, right? You can go downstairs and turn right and 20 meters around and turn right and downstairs and you look at the station. Well, actually, on any English question I can always answer, I don't understand, for example, I have to explain this to you, right? Yes, yes. Go to the... Daugla. And Daugla and the right. Maybe you will call me later. My favorite place in Kyiv is Mariinsky Park. I love it because of its nature. It's very green and it has no noise. I recommend the bar because I like this place and I forgot the word. First of all, you should visit Padil. It's like right here. It's the oldest district. I really like it. Streets are just beautiful, a lot of great places. If you like a party, you go, you can go in artzavod platform, if the weather is good. I don't know. I live in so many places, but I think the most beautiful is a river in Bro. The question, I understand what I will do during the holidays. I go to the... I go to the... I go to the... I'm going to a walk. The wolf. The wolf. The wolf, yes. The wolf in the town. На сегодняшний день я перейду в другую квартиру, и я буду работать очень трудно, это все. Я буду дома, и я буду пить чай, потому что я был чуть-чуть, два года назад. Завтра я буду тренировать теннис, и сегодня я буду проводить хороший день с моими друзьями, я буду отдохнуть и улыбаться. Я хочу идти в Европу. Я буду смотреть. Я буду смотреть. Архитектура. Архитектура. Сейчас я пойду к моей маме. Я буду проводить время с моей семьей. Потом я буду делать какие-то покупки. И для сегодняшнего дня я пока не решу. Наверное, я буду сидеть в моем квартире, и я буду смотреть видео. Я буду дома, смотрю фильмы и читаю книги. Архитектура. вот но все что говорил мужчина я понимала то есть мне не нужно было перевода это странно звучит но я не знаю я понимаю я смотрю сериалы на английском я понимаю но ответить мне сложно потому что нет общения так точно как и например с моим родным языком тоже самое слегка не уверена как будто кто-то табуретку мне из-под ног выйду главное наверное зажимы это то что не так часто получается использовать английский и соответственно ты его забываешь и когда ты там попадаешь резко в ситуации где тебе нужно ответить на английском ты не можешь сориентироваться и переключиться резко основная проблема да я его постоянно чувствую я много теряю своих возможностей из-за того что ну как бы и из-за барьера как раз с английским потому что одно дело когда ты учишь английский для того чтобы куда-то попасть чтобы тебе там где-то заметили другое дело когда тебя заметили другое дело когда тебя пригласили а сейчас когда уже открыт у нас все страны мира можно ездить и везде говорят все на английском языке волей-неволей хочется конечно продолжать его изучать несмотря ни на какой возраст несмотря ни на какие-то проблемы нехватку времени это теперь как нужный атрибут для жизни да сложно вспомнить вот основные связующие то есть слова то я в принципе знаю я все понимаю а вот связующих частей меня не хватает и поэтому я конечно поймаю там с временами вообще беда с временами чтобы не вспомнить это мне нужно что-то где-то писать или думать прям чтобы вспомнить как время хотя я вот там тест проходил плюс минус я там типа знаю как использовать но вот в разговор на я не успеваю ловить ну соответственно за счет этого сложно построить предложение корректно получается кривое так как не говорят я как бы понимаю но до меня доходит это через там три-четыре секунды и все а там же другое другое слово и все у меня уже три слова и все я уже как бы зацепила языковой барьер конечно чисто он и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok